Судьба белых поясов в коммерческой пирамиде Грейси Собирать кассу для своих более старших товарищей Вечер в додзю Давно хотел начать выпуск нюзовстей с этой фразы, но все как-то оказия не складывалась А все потому, что выпуски новостей традиционно выходили по понедельникам утром Ну дабы зарядить неделю хорошим настроением А сегодня как раз тот самый случай, когда утром гримеры и костюмеры не смогли прийти и выпуск новостей перенесся на вечер Надо сказать, что и к вечеру эти ребята не соизволили появиться Более того, этих ребят в принципе у нас не существует Да и зачем гримировать такую красоту? Жили бы мы в других широтах, можно было бы даже и с одеждой не заморачиваться В общем, добрый вечер, в эфире Ньюзости И это повод поговорить о событиях прошедших И о тех событиях, которые потенциально могут стать поводом для новостей в следующих выпусках Надо сказать, что за последние 7 дней не так много событий прошло в мире бразильского джиу-джитса вообще И уж в России в частности Ну да, прошел чемпионат Европы по UWW грэплингу UWW грэплингу Ну да, прошел Grand Slam London Ну да, Элизабет Клейт буквально катком прошлась по самым топовым девчонкам в своей категории на 23-м поляресе А в принципе-то и новостей больше нет Но почему-то нам с вами будет что обсудить в этом выпуске Погнали! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу Северяк Роман Лукашевич в очередной раз прекрасно завершил свой бой по ММА Я не могу на память повторить название промоушена, в котором это событие состоялось Да, собственно, нам это и не важно Мы в принципе не очень-то следим за ММА Но это как раз тот самый редкий случай Когда мы посмотрели, как Роман Лукашевич в очередной раз утвердил работоспособность бразильского джиу-джитсу В формате клетки, завершив свой бой уверенным сабмишином И получив черный пакетик в награду от красивой девушки Поздравляем, Роман! Молотом! 23-й Поларис стал историческим событием с точки зрения женского грэплинга Он собрал буквально самых топовых красоток Ну ладно, не красоток Самых топовых борцух женского пола в формате ноу-ги И да, действительно была крутая заруба Действительно было на что посмотреть Но когда борются женщины ноу-ги, всегда есть на что посмотреть А вот победителем этого исторического гран-при Стала Элизабет Клей Которая буквально танком прошлась по своим соперницам И выиграла заветные 20 тысяч долларов Плюс еще один чемпионский титул в свою копилку Также там за бугуром прошел и чемпионат Европы по грэплингу версии UWW Ну, прошел и прошел Прошел как бы мимо Мимо российской сборной и мимо российских спортсменов Эх, были времена, когда мы верили в UWW Крэплинг Как буквально в отечественный Буквально в православный заменитель бразильского джиу-джитсу на земле русской Но в этот раз что-то они обошлись без нас И тем самым подарили шансы Полякам, молдаванам, немцам, итальянцам И прочим представителям дружественных и не очень или совсем не дружественных сторон мира Хотя надо заметить, что некоторые наши общие знакомые все-таки умудрились попасть в турнирную сетку чемпионата Так, например, братья Джимми и Георгий Размадзе Они, правда, выступали за Грузию на правах лучших джитсеров Грузии Разумеется В Нолге ребята боролись как тигры-львы, ну а как иначе Но до призовых мест не добрались А вот в Ги Джимми Размадзе показал прекрасную борьбу И вырвал-таки бронзу, завершив свое выступление на чемпионате мощнейшим ахиллом Собственно, поздравляем братья с двойным гражданством А Джимми с заслуженной медалью Теперь перенесемся в Лондон Там тоже было весело Абудаби, Гранд Слэм, Лондон это всегда событие И в брекетах было замечено даже два российских спортсмена Но, увы, к нашему большому сочинению до пьедестала они не дошли Я думаю, это все происки глобалистов Ну, тех самых друзей и союзников Павла Глобы У которых то звезды не сходятся, то карты не складываются Но фиг с ним, с этими капиталистами Нам обещая, что в скором времени соорудят нам свою отдельную олимпиаду Сколотят свой отдельный подиум На который мы можем спокойненько забираться и фотографироваться Сколько будет душе угодно, ни у кого об этом не спрашивая А теперь давайте поговорим о деньгах Ну, не о том, куда их потратить и как их вложить А о том, как их заработать с помощью своего джио Ну, или если не заработать, то хотя бы немножко сэкономить Или возвратить кэшбэком Конечно, мы знаем идеальный способ Для этого нужно родиться Гордоном и Райаном Повыигрывать все, что можно в грэплинге Выпустить хулиард своих DVD Заработать на этом пару миллионов После чего подписать шестизначный контракт с флогрэплингом Но боюсь, что среди тех, кто смотрит это видео Нет Гордонов и Райанов А значит нам приходится искать более доступные способы Как монетизировать свои навыки в мягком искусстве И между прочим, сразу несколько ближайших турниров Предлагают призовые выплаты кэшем своим победителям Это и ФСА Спринг Баттл И Кубок Москвы по джиу-джитсу И даже турнир ТОП-10 Где ребенок выигрывает денежный приз за каждую, каждую победную схватку Вот только душа болит, когда заглядываешь в списки участников Очень жаль, что пока желающих не так много Но у нас в стране так Сначала человеки сетуют, что за их борьбу не платят, поэтому они на соревнованиях не выступают Справедливо А когда вдруг предлагают заплатить Наш российский человек сразу в это не верит По традиции, ожидая подвоха и на всякий случай придумывая новое оправдание своего невыступления Конечно, есть некоторые условности и формальности выплаты призовых денег Ну, например, там от 10 человек в категории, то, сё, пятое, десятое Самое неприятное, что для того, чтобы получить призовой кэш, мало зарегистрироваться на турнир Нужно еще на нем выступить, да еще и выиграть Вот и регистрируются ребята предварительно, то есть не оплачивая Чтобы ближе к делу посмотреть списки и прикинуть шансы на победу и на получение джекпота Но! Не пролив пота, не выловишь джекпота! Народная монгольская поговорка И надо сказать, что история с призовыми выплатами обычно совсем не касается белых поясов Судьба белых поясов в коммерческой пирамиде Грейси собирать кассу для своих более старших товарищей Но! Мы в очередной раз решили создать прецедент, при котором и белые пояса могут слегка компенсировать свои затраты на джиу-джитсу А может быть где-то и выйти в плюс Мы возвращаем White Belt Trial, который пройдет уже на этой неделе И вам уже стоит поторопиться зарегистрироваться прямо сейчас, а потом досматривать этот выпуск И да, регистрироваться действительно стоит, так как сумма призового фонда напрямую зависит от количества участников Собственно, чем больше участников, тем больше призовой фонд И это прикольно Да, борьба, кстати, проходит под музыку Деньги ребята получают наличными И помните, что правила Submission Only White Belt Trials предусматривают штрафные баллы даже в сайд-контроле сверху, и в маунте сверху, и в бэк-маунте сзади А значит, вас точно никакой толстый, здоровый и сильный дядька не залежит в маунте на протяжении всей схватки Ибо он рискует быть дисквалифицированным А значит, у вас резко увеличиваются шансы на победу и на призовой карте Шикарное мероприятие и отличное настроение Это один из немногих турниров, наверное, если вообще не единственный, на котором мне было прикольно находиться Не участвую никак И еще одна хорошая новость У нас появился спонсор, который решил премировать лучший Submission предстоящего турнира Команда Juice L предлагает новенькое прекрасное гиг Для того, кто удивит и порадует и публику, и своих соперников Вообще, нужно сказать, что команда Juice L, ребята, хорошие И в самом ближайшем времени они выступят в качестве спонсоров не только нашего White Belt Reala Но и таких прекрасных форматов, как Newsosti и FixMyJu Следите за анонсами и за обновлениями в их каталоге Там действительно есть на что посмотреть, что померите, что купить за самые минимальные деньги То есть, условно говоря, гиг по ценам начала 2000-х годов Вот еще что После сюжета в предыдущем выпуске о моей суперподготовке к соревнованиям В личку и в админку посыпались вопросы Где проходят такие тренировки? Отвечаю В Москве, в Беляев джиу-джитсу, на шассе энтузиастов Одна проблема Группа практически заполнена Группа на 19.00 комплектована полностью категорически А в группе на 21.00 есть, ну, пара-тройку свободных слотов А, можно, кстати, еще и в субботу прийти Да еще не одному, а со своими детьми И это занятие выходного дня нравится как детям, так и взрослым матерым дядькам 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 77, 78, 80, 81, 80 Алексей, сколько что вы готовы предложить девочке, чтобы она быстрее сбилась и досчитала? Все что угодно В общем, Беляев джиу-джитсу в боксерском клубе «Ударник» на шассе энтузиастов С нами бокс Ну и, собственно, на этом у меня сегодня все Побегу на тренировку Дай вам бокс здоровья